Суетное утро. Все проснулись, готовятся к Москве. Через полчаса Москва. Еще некоторые спят, остальные собираются. Вот, подъезжаем к Москве. Сейчас 4 часа 28 минут. Время идет. Вот так вот здесь. Отсвечивает, да. Да, и сильно отсвечивает. Вот мы вышли с вагона. Вот наши вагоны стоят по всей длине, платформы по всей линии. Видите, вот люди выходят. Мы в Москве. Он написан на указателе Ярославский вокзал. Вот видите, Ярославский вокзал. Вот и там все три вокзала. Сейчас пойдем на площадь трех вокзалов. Вон там написано, на Ярославском вокзале, Большевинской, Москва. Ну, нам чемодан тут нести. Так что я выключусь, а потом дальше включусь и поснимаю для вас. В Москве снега нет. Как в Тюменье мы уезжали снег. Здесь снега нет. Видите, все платформы, весь путь, все без снега. Даже дождя нет. Ну, фактически, немного прохладно, но Москва нас встретила тепло. Вот, уважаемые друзья, дошли до Ярославского вокзала. Сейчас пойдем там в помещение. Подождем, когда откроется метро. Потом пойдем в метрополитен. Вот, это платформа Ярославского вокзала. Тут вагоны прибыли, стоят. Там напротив электричка стоит. Видите, тоже какие старенькие электрички в Москве ходят. Не все новые. Ну, до сих пор эксплуатируются. Пока, видимо, ресурсные. Ресурс не выработали они. Так, ну вот, фактически, дошли до Комсомольской площади. Вот, посмотрите, уважаемые друзья, здание прямо напротив Ярославского вокзала. Почта-банк. И напротив, сейчас, пятый час, видите, московский универмаг. А сейчас мы дальше двигаем. Я вам покажу здание Казанского вокзала. Вон оно виднеется. На нем все шатровые крыши. Это и есть Казанский вокзал. Вот он. А там дальше еще гостиница Ленинград. Вот она. Я приблизил ее. Видно, да? Ну, в Москве тепло. Просто тепло. Вот, уважаемые друзья, Ярославский вокзал. Вот они. Видны у них такие шпилевые башенки. Все Ярославский вокзал. Ну, как всегда, он красивый. Но что-то не сильно он подсвечен сейчас. Вот он, видите. Раньше вообще сильно был подсвечен, а сейчас не очень так, как бы, если посвечен. Конечно, его видно, но не так, чтобы он подсвечен был. Там он площадь. Посадочные платформы на пригородные поезда. Там дальше идет платформа Ленинградского вокзала. А это Московский метрополитен. Значит, здание Московского метрополитена, вход в метрополитен, это Комсомольская позиция. Ой, Комсомольская, станция метро Комсомольская. Вот, буква М горит. Рядом с ним Ленинградский вокзал, где на башенке расположены часы. Вот, но он даже не подсвечен, потому что он полностью на капитальном ремонте. Вон там синенький заборчик, видите, огородили. Ну, с сентября месяца, с конца сентября месяца его перевели на капитальный ремонт. А это вот шпилевое здание, это гостиница Ленинграда. Так она и осталась, название ее Ленинград. И вот сейчас вот на ваш взор, мой взор обращен на эту гостиницу. Чуть-чуть левее, вот сейчас перемещаю камеру, на площади трех вокзалов, Комсомольская площадь. Это Казанский вокзал, вон там видны эти шатровые все крыши. Это все Казанский вокзал. Ну, а дальше, вот там, это просто уже здание, как там, руководство вокзала и все остальное. А левее там идет, написано, универмаг московский. Он с советского времени, так называется, этот универмаг московский. Он и построен по архитектурному стилю советского времени, спроектирован и сделан. Ну, а там дальше, вот, там дальше гостиница. Я просто не помню, как она называется, так она подсвечена очень сильно. Ну, вот, а это знаменитый Ярославский вокзал, на который наш поезд прибыл в данный момент. Вот мы на Ярославском вокзале сидим, сели, отдыхают. И здесь вот катаются на таких машинах, моют пол. Вот, так что сейчас будем камеру хранения вещи оставлять. Продолжение следует...